Здравствуйте! В эфире программа «День города». С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Экспресс-метод. 50 тысяч тестов на ковид передадут в поликлинике Рязанской области в ближайшее время. Особенности национальной рыбалки. Трое рязанцев за браконьерство могут отправиться в тюрьму. Мусорный ручей. В Канищево протекает исторический водоем, которого практически уже не видно под завалами отходов. Проблемы есть, но их нужно решать, коллеги, а не констатировать или отмахиваться. Так эмоционально отреагировал губернатор Рязанской области Николай Любимов на ситуацию с распространением коронавируса. Ковид стал тема номер один на правительстве. Помимо усиления общих мер сдерживания новой волны пандемии, первое лицо региона указало на точечные недоработки. Заседание правительства губернатор начал с минуты молчания по погибшей рабочей смене в поселке Лесной. А затем стал закручивать гайки. Коронавирусные ограничения в области будут усилены, вводятся QR-коды, больше станет рейдов по соблюдению масочного режима. Плюс возвращение самоизоляции для пожилых. А предприятия, не выполняющие требования Росприроднадзора, будут закрывать через суд. Резкий рост заболевших другого выхода властям просто не оставляет. Есть жалоб, очень много жалоб на длительность выполнения ПЦР-тестов. У нас сегодня на базе медицинских организаций действует семь лабораторий. Они работают каждый день, выполняя порядка 2300 исследований на COVID-19. Тем не менее, в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу этого недостаточно. Сейчас для решения проблемы решено проводить экспресс-тестирование на амбулаторном этапе. То есть быстрый тест, мгновенный фактически. 50 тысяч экспресс-тестов будет передано в поликлинике уже на этой неделе. Если нужно, Минздрав прошу вовремя обращаться за дополнительными денежными средствами, за финансированием, для того, чтобы приобрести их больше. Раскритиковал Николай Любимов и единый антиковидный колл-центр с номером 122. Обоснованных претензий от горожан на его работу все больше. Уже давно не секрет ни для кого, кроме Минздрава нашего, я думаю, что когда туда звонишь, результат не получаешь практически никогда. То есть, звонят люди в 122, их посылают по какому-то другому телефону в поликлинику. В поликлинике этот телефон не работает, либо занято все время, либо нельзя записаться на прием. Но вот этого не должно быть. Зачем тогда телефон этот нужен? 122. Люди должны все связанные с ковидом вопросы решить, получить ответы на все вопросы. И самый главный результат, чтобы был. Контролировать колл-центр 122 министр здравоохранения теперь будет персонально. Еще одна тема – неравномерное количество вакцин в поликлиниках. Николай Любимов предложил создать в центре Рязани единые точки вакцинации для удобства горожан. Максим Васильев, телекомпания «Город». В связи с эпидемиологической обстановкой в Рязанской области врачам с каждым днем требуется все больше мобильности. Николай Любимов решил вопрос кардинально. В распоряжении медиков региональные городские власти передали автомобили из автопарков госучреждений. Ко всему прочему, теперь 15 реанимобилей ушли в райцентры. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях. Ситуация с распространением коронавируса сложная, поэтому наши медики особенно нуждаются в поддержке. Сегодня вручил врачам районных медцентров и больниц ключи от 15 реанимобилей. Реанимобили оснащены современным медицинским оборудованием системой ГЛОНАСС. Большая часть из них повышенной проходимости, что незаменимо для сельской местности. В ближайшее время машины выйдут на линию и начнут доставлять на вызовы бригадой медработников. Инфляция в сентябре по Рязанской области превысила 8%. К этому привели как объективные причины, так и некий показатель инфляционных ожиданий населения. Когда паникующие граждане скупают все подряд. Чтобы остановить бесконтрольное потребление, Банк России уже повысил ключевую ставку до 7,5% и намерен применить еще ряд мер для регуляции рынка. Сентябрьские темпы инфляции в Рязанской области, как, впрочем, по всей стране прибавили значительно. Теперь этот показатель 8,1%. Сильнее всего повышение ощутил на себе рынок продовольственных товаров. Здесь темп роста цен, по официальным данным, приблизился к 11%. Но этому есть и объективное объяснение. Такая ситуация была обусловлена в основном общероссийскими факторами. В частности, более холодный сентябрь привел к тому, что производители овощей понесли дополнительные затраты на обогрев теплиц. В результате выросла стоимость помидоров и огурцов. Кроме того, неблагоприятные условия по возделыванию картофеля обусловили более низкий урожай и привели к росту цен на эту овощную культуру. Вот только бесконтрольного роста ожидать пока не следует. За этим сегодня четко следят в региональном Уфасе. История с наказанием крупнейших ритейлеров уже у всех на слуху. И этот сигнал от антимонопольной службы вполне себе четкий и понятный. Мы усилили свой контроль за ценами и в итоге в сентябре было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении двух крупнейших наших торговых сетей. Это Магнит и Пятерочка. И в рамках этого дела мы более детально посмотрим, насколько обоснованно эти торговые сети устанавливали цены на овощи. Картофель, морковь, лук, капусту в летний период. Каждый раз, когда цены увеличиваются, антимонопольные органы об этом знают. У нас есть и собственный мониторинг, поэтому все это позволяет нам оперативно реагировать и направлять свое время на запросы, смотреть, насколько обоснованно в той или иной сети выросли торговые наценки. Еще одна важная составляющая роста цен на все – так называемые инфляционные ожидания населения. Здесь они уже в районе 14%, при 8 реальных. Что это означает? Паническую скупку всего подряд, начиная от туалетной бумаги и заканчивая крупной бытовой техникой. На непродовольственные товары, кстати, цены тоже растут. Повышение ключевой ставки рефинансирования – одна из главных мер регулирования рынка. И Банк России ее применил. Центральный банк пересмотрел прогноз до конца года в сторону повышения. Это было одним из аргументов, принятым по вниманию регуляторам при принятии решения по ключевой ставке. В прошлую пятницу, 22 октября, совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов до 7,5% годовых. Что это значит простым языком? Деньги для банков стали дороже, а значит проценты по кредитам резко пойдут вверх. И паникующий потребитель теперь сто раз подумает, прежде чем скупать товар направо и налево. Выйдет себе дороже. Потому что прогноз по инфляции на 22-й год вдвое ниже нынешнего 4%. Нужно ли вам выбрасывать деньги на ветер сейчас или стоит немного подождать? Каждый решает для себя сам. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Кузьмин ручей, расположенный в Рязани, сегодня в состоянии помойки. Первое упоминание об этом водоеме датируется концом 16 века. О нем говорилось еще в летописных книгах. Сейчас же в ручье, вокруг него бытовые отходы, автомобильные шины, там же гниют и трупы животных. А ведь этот Кузьмин ручей впадает в серую шейку и барковской затон. В ситуации разбирался Герман Гущин. Кузьмин ручей, что в районе Конищева, попал в поле зрения активистов не случайно. Он течет между оврагом, который завален бытовым мусором, трупами животных и автомобильными покрышками. И с каждым годом этого добра все больше и больше. Здесь же проходит дорожка, соединяющая гаражный кооператив и промышленные предприятия. По некоторым версиям, возникновение самого названия датируется большим количеством родничков, которые были найдены Кузьминым в районе парка Юлия Алексеевича Гагарина. Именно оттуда берет начало свое ручье Кузьмин. И с конца 16 века по левую правую сторону этих двух оврагов располагалась стоянка и деревня, где проживали люди. История Кузьмина-оврага уходит корнями в конец 16-го, начало 17-го веков. В летописных книгах овраг называют не иначе, как древняя стоянка человека. В то время люди, проживающие в деревне, пользовались ручьем для бытовых нужд. Говорят, еще и мелкую рыбешку ловили. Сейчас же это место – натуральная свалка. И как вы вот к этому относитесь, ко всему? Плохо. Я вообще не перевариваю. Когда и бычки кидают в окно, на дорогу кидают. Ну, а вот эта дорожка опасно тут ходить? Для меня, да. У меня после кровоизлияния голова кружится очень сильно. Я хожу очень аккуратно. Вот сейчас будет подмерзнет. Вообще ходить нельзя. Часто ходите по этой тропинке, по этому оврагу? Очень часто. И как вам вот эта неприглядная картина? Ну, я не могу здесь все сделать-то. Ну, а как вы относитесь вот к этому? Да боюсь вот туда, вон, упасть. Вон, видите, как там усы, усы узенькие. И боюсь провалиться туда, упаду. А были случаи, не знаете, падали туда? Нет, я не знаю, потому что я редко ходила. Весной в половоде талой ручей стекает в Кузьми на враг и наполняют его до краев. Мусор и останки животных поднимаются с водным потоком. На карте Рязани отчетливо видно, что русло этого ручья впадает в озеро Серая Шейка и Барковской Затон. Самый интересный факт того, что сам ручей уходит в заливную пойму пруда Серая Шейка, озеро Серая Шейка. Многие волонтеры, активисты боролись за это озеро совсем недавно. И две веточки, ответвленные от этого ручья, уходят на левую сторону Северного обхода. И через ручьи природное заложение, природное происхождение уходят в третий Барковской карьер, в котором каждый год, в летнее время года, люди купаются и по каким-то причинам возникают различные инфекционные палочки и заболевания. То есть одна из причин этих заболеваний, на мой взгляд, это вот такая красота, которую мы сегодня с вами видим. Природоохранная прокуратура Рязанской области начала проверку по факту загрязнения ручья в Кузьминином овраге. Будет произведена оценка ущерба природе. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани вновь поймали браконьеров. И пусть их улов был незначителен, всего пара рыбешек, зато добывали их как бы рыбаки незаконным способом. Как выявили нарушители, что им за это грозит, расскажем далее. За пять пойманных рыб уголовная статья. Грозит тем, кто занимается добычей водных биологических ресурсов запрещенным способом. Ну, то есть браконьерствует. Так, в один из последних рейдов по Оке сотрудники ОМОНа заметили мужчину 30 лет, который рыбачил не удочкой, а строгой. Это вот такой острый трезубец. Сотрудники ОМОН задержали подозреваемого. Мужчину 1990 года рождения. И изъяли ручную рыбу в количестве пяти штук. За аналогичные преступления в этом месяце сотрудники ОМОН и Росгвардии задержали еще двоих граждан. В местах жителей 1987 и 1996 года рождения. Ирония в том, что мужчины с помощью остроги добыли 11 рыбок на двоих. А по уголовному кодексу это 256-я статья. Незаконная добыча вылов водных биологических ресурсов. Конкретно это развлечение часть 1Б, когда деяние совершено с применением других запрещенных орудий. Наказание как штраф от 300 тысяч рублей, так и реальное лишение свободы до двух лет. Профилактический рейд в акватории ОКИ сотрудники Росгвардии и представители линейного отдела МВД на транспорте проводят на регулярной основе. Рейды проводятся как днем, так и ночью. И больше людской улов именно в темное время суток, когда браконьеры уверены, что их никто не заметит. Да и рыбачить можно уже не удочками, а как предки с помощью копья и палок. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Футболисты Рязани окончательно укрепились в верхней части турнирной таблицы в своей группе ФНЛ-2. Матч с пензенским «Зенитом», одержавшим до этого две победы к ряду, должен был ответить на вопрос, способны ли наши футболисты поспорить за первое место в группе, и свои амбиции рязанцы подтвердили игрой. На правах хозяев рязанцы с первых же минут взяли инициативу в свои руки и стали методично нагружать правый фланг обороны пензенского «Зенита». Вот только точности не хватало. Тем не менее, именно с этого фланга и пришла первая голевая атака. Евгений Маричев после точной диагонали выскочил на рандеву с галкипером гостей и был снесенным, как косой. Желтая карточка и пенальти. Даниил Наговицын, 1-0. Сегодня мы опять сыграли, можно сказать, не свой футбол. Может быть, Рязани дала это сделать, это раз. Во-вторых, немножко мы схему поменяли, чтобы противопоставить Рязани более-менее. Ну, я еще раз говорю, что мы были готовы к такой напору игры, но психологически мы этот напор не удержали. Впрочем, начало второго тайма осталось за гостями, и на 60-й минуте пензенцы счет сравняли. Отличный навес фланга со второй попытки Данил Коноплев все-таки превратил в гол. Хозяева пришли в себя достаточно быстро и с 75-й по 78-й минуты ответили сразу дуплетом. Сначала Евгений Маричев, получив мяч от партнера, буквально на пятачке расправился и с обороной, и с галкипером «Зенита». А спустя две минуты Даниил Наговицын оформил дубль, точно завершив быстрый отрыв. 3-1. Смогли выправить ситуацию, оказали большее давление, агрессию. Опять же, были моменты, помимо этих двух голов, которые мы могли завершать. Поэтому заслуженная победа, я считаю. После этой встречи беспроигрышная серия «Рязанцев» достигла четырех матчей. Впрочем, уже в следующем туре их ждет серьезный соперник. Брянская «Динамо», которая в этом сезоне проиграла лишь однажды. Пока. Максим Васильев, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями региона вы можете ознакомиться на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин